Фестиваль кинодебютов в Одинцовском районе стал центральным событием уходящего года кино. Прием заявок на участие был открыт в феврале. Таланты нашлись не только в муниципалитете. На конкурс присылали работы и творческие студии, любительские школы и просто авторы из Санкт-Петербурга, Старого Оскола, Тулы, Воронежа и еще десятка городов России. Перед жюри, который возглавил известный кинорежиссер Егор Кончаловский, стояла задача отобрать лучших и не упустить талантливых. Ведь кинодебют тем и славен, что это первый шаг на пути к большому кино. Очень может быть, что среди всех тех людей, которые сейчас представили свои картины на фестивале магии и кино, очень может быть, что они пополнят ряды кинематографистов нашего непосредственного будущего. Оценивал дебюты классик отечественного кинематографа, актер, режиссер и сценарист Сергей Дебежев. А музыкальное решение фильмов изучил известный композитор и рок-музыкант Виктор Сологуб. Молодым кинематографистам было чем удивить корифеев российского кино. Нет вообще никакого такого вот грусти какой-то. Все сделано очень решительно, все картины. Начиная от детских этих мультипликационных каких-то там зарисовок, да, и кончая вот серьезными художественными большими работами. Есть такое вот очень желание такого сильной, серьезной, ну, получить сильную, серьезную, хорошую картину, и они справились. Что касается игровых картин, то тут, конечно, есть такой определенный дисбаланс между совсем профессиональными и как бы совсем любительскими. Поэтому, в общем-то, посередине находится то, что представляет из себя как раз уместное на данном форуме произведение. По условиям фестиваля на конкурсный отбор принимались художественные, хроникально-документальные, научно-популярные, учебные, анимационные и телевизионные работы. Всего более ста кинодебютов. О своем возможном участии в фестивале в следующем году заявила и Наталья Бондарчук, которая руководит киностудией для особенных детей. Ну, вот у меня несколько мальчиков с церебральным параличом, я им даю монтаж. Они же могут монтировать, да, они с компьютером все на «ты». Вот, и у меня возникла школа Валтуфьева, «Наш солнечный мир», кинтографическая школа. И я уверена, мы поставили себе задачу выпускать один, но профессиональный фильм в год. Значит, у нас будут дебюты. О чем говорят молодые кинематографисты? О любви, творчестве, о преодолении себя и большую победе. Среди лауреатов работы на патриотическую тему. Участники фестивалей Старого Оскола представили документальные фильмы. В списках «Незначится» и «Санинструктор Зина». Обе картины одержали победу. У нас четыре группы. Младшие дети до четвертого класса занимаются анимацией, перекладка плоскостная. А старшие, это 8, 9, 10, 11 класса, это мы снимаем документальное кино. В основном вот это, упор делаем на это. И каждый фильм, который мы представили здесь, делали по 10 месяцев. «Санинструктор Зина» мы делали 10 месяцев. В списках «Незначится» 11 месяцев мы делали этот фильм. И все-таки главный приз фестиваля. Полугодовое обучение в киношколе Дмитрия Деброва достался автору игрового кино. 16-летний режиссер из «Стулы» Дмитрий Рогов с фильмом «Леся» оставил позади всех претендентов на гран-при. Юное дарование не смогло присутствовать на церемонии награждения. Приз получил старший брат. И вот мы видим, это главный приз. Вот такой большой сертификат на бесплатное 6-месячное обучение в школе кинематографии Дмитрия Деброва. Деброва! Фестиваль завершился, но кино продолжается. Творческий поиск, чистый сценарный слог и ясность режиссерской мысли. Юные таланты уже вступили в бой за место на кинематографическом Олимпе. Фестиваль «Магия кино» яркое тому подтверждение. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».